По последним данным, 88 тысяч литовцев декларировали место своего проживания не по конкретному адресу, а просто обозначив самоуправление, в котором проживает. То есть, по факту, каждый 33-й гражданин страны жил нигде. Из них 6500 пенсионеры, 7500 получатели разного рода социальной помощи и выплат. Поправки к закону в первую очередь коснутся именно их. Отсутствие прописки влечет за собой остановку этих выплат. Надо отметить, что все жители и посетители учреждений социальной поддержки домов ночлега или приютов и после 1 января смогут декларировать свое место жительства в самоуправлении. Остальным же мы сообщаем об изменениях в законе и возможных проблемах. Также с проблемами столкнутся и граждане, которые снимают квартиры, не подписав договор об аренде. Причина не только в попытке сэкономить, обойдя положенные законами налоги, но и в хозяевах квартир. Многие не позволяют декларировать съемщику место проживания на арендуемых площадях, ошибочно полагая, что подобное действие дает жильцам и право на собственность. Но если вы арендуете легально, подписав пусть и незаверенный нотариусом договор, вы имеете право декларировать свое место проживания и без разрешения владельца квартиры. Этот закон должен был вступить в силу с 1 июля, и многие граждане уже поспешили задекларировать место своего проживания. Но не все. На сегодняшний день в Клепецком самоуправлении зарегистрировано 9700 граждан, не декларировавших место жительства. Мы хотим еще раз напомнить, что люди, которые до 1 января не позаботились о декларировании места жительства, столкнутся с проблемами. Но для того, чтобы у граждан не появилось желание обойти закон и попробовать всем вместе прописаться в одной квартире, поправки к закону предусматривает лимит. Квадратура помещения должна соответствовать количеству жильцов, то есть на одного прописанного в квартире или доме полагается не менее 5 квадратных метров жилой площади. Поправки к закону нацелены в основном на борьбу с нерадимыми арендаторами квартир. Не секрет, что многие сдают помещение, не оформив все требуемые законом документы. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.